1 апреля навсегда вошло в историю нашей страны как черная страница. Вот уже 27 лет прошло с того дня, как в Бендерах погибли милиционеры, гвардейцы и мирные граждане. Преступление полиции Молдовы до сих пор остается безнаказанным. Об этом сегодня на траурном мероприятии говорили президенты и родственники погибших. Тогда в городе погибли 6 человек, более 10 получили ранения. 27 лет назад по этой дороге в Бендеры со стороны Протягайловки вошли два БТРа молдавского Апона. Буквально за этим поворотом они столкнулись лицом к лицу в микроавтобусам ГАИ. Внезапно один из БТРов открыл огонь по машине нашей госавтоинспекции. В результате из четырех милиционеров в живых остался только один. В этот момент к месту перестрелки подъезжал автобус хлопкопредельной фабрики. БТРы Молдовы начали стрелять и по нему. Гибли мирные люди. Позже на линии огня оказались ополченцы. Среди них тоже были жертвы. С того дня и до момента ввода мертвыческих силовской федерации в нашу республику, бендерчане утратили чувство безопасности на улицах родного города. Война. Самое страшное порождение человечества пришла на нашу землю. О тех событиях напоминает часовня, а еще улица имени Григория Ечина. Капитан милиции позже скончался от ранений в госпитале. Это было первое нападение на бендеры. Продолжение было 19 июня 1992-го, говорили на митинге. Молдавский народ ни в чем не виноват. Молдавский народ такая же потерпевшая сторона, как и народ приднестровский. А виновна кучка взорвавшихся политиканов с соседнего берега, с Молдовы. Эти люди пока не понесли никакой ответственности. Никакой. Нет правовой оценки. Нет исторической оценки. Нет ничего. Уже 27 лет прошло. Ну, приднестровцы народ терпеливый, я убежден. И так показывает вся история, что рано или поздно те преступления, которые не имеют срокодавности, это убийство собственного народа, конечно, будут оценены не только историей, не только Господом Богом, но и законом. Особое внимание родным и близким погибших. Они каждый год приходят на митинг-часовне. Тогда на месте погибли шесть человек. Архиепископ Тираспольский Дубоссарский Савва провел литию по невинно убиенным. Нельзя уничтожать свой народ вот так безнаказанно. И говорить, что это восстановление конституционного порядка. Если в доме, потому что любая страна это дом, только большой, но если в доме что-то не ладится, наверное, отец или глава семьи собирает свою семью, садится за стол и говорит, давайте, ребята, разберемся, что не так, что так, как нам дальше жить. Ну, ведь это же не... Ну, полями же не разбираются. Мирных жителей расстреляли. И каждый год мы здесь собираемся вместе со школой, возлагаем цветы. Жалко людей. Потом война началась, было очень сложно. Жалко родственников этих людей. Память погибших почти лиминутые молчания. К мраморной плите, на которой высечены именно погибших милиционеров-защитников, легли живые цветы.